приветствую вас на канале диджиап друзья сегодня мы с вами будем говорить про аксессуары для вашего микрофона тема довольно банальная мы сегодня обсудим с вами пауки поп-фильтры и так далее но почему я собственно снимаю этот ролик потому что довольно часто под своими роликами в особенности под роликами где мы рассматриваем какой-либо микрофон я встречаю вопросы о том какой лучше купить пантограф стойку провода поп-фильтр паук и так далее и поэтому я решил сделать этот ролик в котором наглядно расскажу что для каких микрофонов лучше брать и зачем ну а также под этим роликом будут ссылки на все о чем я сегодня буду рассказывать поэтому посмотрите и найдите что вам пригодится и так же в описании этого ролика можете сразу по ссылке себе это заказать если вам это необходимо ну и давайте в первую очередь обсудим пантографы пантограф эта штука удобная и для речевых форматов за рабочим столом даже необходимое сейчас уже долгое время в качестве основного пантографа я использую модель от fifine это bm 88 вот такой вот низкопрофильный пантограф чем мне он нравится тем что собственно он занимает мало места он имеет регулировку по высоте одного колена то есть определенная гибкость в настройке у вас имеется при этом этот пантограф выдерживает достаточно увесистые микрофоны сейчас вы видите октава mk 117 на нем расположен это ни разу не легкий микрофон ну и также он может затягиваться и регулироваться чтобы не складывался под весом там очень тяжелого микрофона при этом пантограф максимально минималистичный мне он на текущий момент наверное самый удобный хотя из тех пантографов которые у меня были до этого тоже не могу какой-либо назвать плохим до этого у меня был опять же пантограф от fifine bm 63 он уже более традиционной конструкции без пружин тоже отличный пантограф но он сам по себе несколько выше однако кому-то тоже может быть более удобным ну и до этого это же долгое время пользовался пантографом юланзи ls 24 очень красивый пантограф классный с ним легко обращаться он также может затягиваться чтобы было удобно пользоваться микрофонами с разной развесовкой его вес позволяет держать и зеркальную камеру в том числе реально пантограф хороший иногда единственное что может подскрипывать поэтому эти три пантографа я могу смело рекомендовать вообще зачем нужен пантограф естественно первое для того чтобы вы могли удобно настроить ваш микрофон если вы сидите и записываете свой голос за столом во вторых полноценной вибро развязкой пантограф назвать нельзя однако все-таки какую-то часть вибрации от вашего стола пантограф гасит ну и когда вы будете выбирать себе пантограф обращайте внимание конкретно на ваше рабочее место и куда вам этот пантограф крепить как вы будете складывать микрофон уводить его за монитор или как у меня он будет у вас раскладываться сбоку и так далее от этого всего зависит выбор форм-фактора вашего пантографа на текущий момент самый компактный вот при моем расположении это bm 88 от fifine ссылка на него будет также в описании ну и если у вас есть возможность закрепить этот пантограф не к столу а к чему-нибудь другому например к стене или к полке на стене это будет еще лучше потому что у вас будет полноценная развязка от стола пункт 2 не отходя далеко от темы размещения микрофона если вы собираете свою домашнюю студию для вокала для речитатива для какой-то профессиональной озвучки с которой лучше работать стоя вообще с любыми вокальными материалами лучше работать стоя будь то речитатив или вокал неважно и с некоторыми озвучками тоже лучше работать стоя поэтому для этого приобретайте напольные стойки под микрофон и здесь конкретные модели вы можете найти в магазинах довольно много единственное правило желательно покупайте эти стойки в аудиомагазинах либо на маркетплейсах точно такие же стойки которыми торгуют именно профессиональные аудиомагазины и обращайте внимание на вес эта стойка должна быть очень тяжелой иначе она будет шаткой и трудно будет с ней работать не говоря уже о том что какой-нибудь особо тяжелый микрофон эту стойку может банально перевесить и все это дело шлепнется на пол а для конденсаторных студийных микрофонов такие удары крайне болезненный ну и далее что касается пауков эта тема обширная и этих пауков на покупал свое время довольно много периодически все еще покупают последний паук купил для микрофона так стар с 360 что касается пауков здесь вам надо быть внимательным и опять же исходить из некоторых своих критерий первое что хочу сказать на что обратить ваше внимание как правило микрофонов есть два основных типа крепления под держатель у большинства микрофонов это резьбовое вот такое крепление и также у многих микрофонов резьба отсутствует есть просто такая ножка довольно толстенькая и есть еще микрофоны так скажем особых форм и что касается резьбового крепления опять же есть три самых распространенных типа резьбы поэтому будьте внимательны посмотрите какая у вас резьба на микрофоне и подбирайте себе пауки именно под вашу резьбу либо есть универсальные решения например вот этот вот паук один из самых лучших пожалуй на маркетплейсах он полностью металлический довольно эластичные резинки но резинки эти к слову можно заменить чем мне этот паук нравится за свою скромную стоимость он выполнен реально качественно полностью металлический и он идет с комплектом своих резьбовых шайб что позволяет ему быть универсальным и подходит под разные микрофоны здесь есть и диаметр побольше и поменьше и под внутреннюю и под внешнюю резьбу что это значит и как работает вот например у меня есть два микрофона это самое стандартное резьбовое крепление это у нас аналог микрофона это 2020 а именно штайнберг стм-01 в моем случае на нем написано а вообще это так стара sm8b если не ошибаюсь подбираем под него наиболее подходящую шайбочку здесь вот под него шайбочка должна быть поменьше все пожалуйста на без проблем накручивается и вот у нас микрофон плотно сидит в своем пауке выглядит все это прикольно паук естественно несколько не габаритный то есть но это обычный стандартный довольно большой паук под разные микрофоны есть у меня также микрофон так стар sm10 он уже с другим тоже распространенным типом резьбы и эта резьба спрятана немножко внутри опять же у нас к этому пауку идет вот такая вот гаечка соответственно мы также без проблем с помощью другого крепления который идет в комплекте к пауку можем этот микрофон на данном пауке закрепить и вот пожалуйста у нас микрофон так старый sm10 плотно сидит в своем пауке располагайте его как хотите поэтому для резьбовых креплений для микрофонов 10 резьба под паук данного паука я вам рекомендую ссылка также будет в описании если у вас домашняя студия звукозаписи и вы будете располагать микрофон на стойке напольной то это пожалуй идеальное решение ну для домашних студий для маленьких студии так далее для микрофонов допустим для блога этот паук естественно тоже прекрасно подходит вы его можете расположить на понтографе на любом но единственно обратите внимание что паук то достаточно габаритный и он будет ну собственно это большой элемент в вашем кадре хотите вы чтобы так было или нет например я в свое время искал паук максимально минималистичный и сейчас у меня микрофон октава mk 117 закреплен в пауке зажимном сейчас об этом тоже подробнее расскажу хотя он также прекрасно к нему также прекрасно подходит и этот паук вообще пауки бывают как я сказал уже винтовые также рассчитанные на крепление с зажимом ножки микрофона и вот такие вот зажимные пауки тоже есть это наверное самый распространенный дешевый паук с площадок алиэкспресс или озон и как раз вот точно ровно на таком же у меня расположен микрофон октава mk 117 единственное что у таких пауков достаточно узкое пространство внутри обращайте внимание как правило в карточке товаров написано максимальный диаметр микрофона который вы можете туда впихнуть и вот например микрофон штайнберг стм 01 ну или он же там аудиотехника т2020 или так старо с м8b он довольно широк для такого типа пауков и поэтому мне под этот микрофон пришлось этот паук немножко изнасиловать то есть конкретно разогнуть внутреннюю скобу да микрофон сейчас в него влезает но тем не менее я немножко запарился это делать и мне пришлось полностью также заменить резинки но при этом пожалуйста конструкция работает вы можете это видеть так что имейте ввиду для кадра если вы ведете видеоблог это максимально минималистичный паук который вы можете использовать ну и также есть как я говорил вот такого плана микрофоны для них есть вот такого плана пауки в данном случае паук у нас идет сразу со своим поп-фильтром с металлической вот такой вот сеткой ну выглядит это реально прикольно но такие поп-фильтры я не очень люблю здесь он благо съемный мы можем его снять и без проблем закрепить наш микрофон микрофон сюда довольно легко вставляется шайба ослабляется микрофон вставляется шайба затягивается и все у нас опять же микрофон очень плотно сидит в своем пауке подвешиваем как хотим и если вы смотрели относительно недавний ролик про микрофон так стар с 360 отличный микрофон прям реально очень классный со сменными панелями то есть есть и вот такая ретро панель есть еще и панель тканевая обтянутая тканью очень классный микрофон если обзор не видели обязательно посмотрите здесь во всплывашки будет ссылка так вот у этого микрофона ножка сама по себе несколько уже нежели у большинства других микрофонов соответственно подобные пауки этот микрофон не вставится точнее как не ставится ставится там ставится только он держаться не будет совершенно никак поэтому для этого микрофона мне пришлось отдельно паук поискать я его нашел как нашел выложил в телеграм поэтому если вам интересно следить оперативно за всякими новостями которые периодически выкладываю свой телеграм-канал опять же ссылка будет в описании видео поэтому обязательно подписывайтесь вдруг там встретите что-то для себя интересное так вот вот такого плана пауки это у нас если можно так назвать и реплика а кг-шного держателя опять же подходит идеально здесь у нас фиксация происходит несколько другим образом здесь у нас три выдвигающиеся части есть в основе этого паука которые зажимают микрофон поэтому если вы планируете использовать разные микрофоны или вы ищете держатель конкретно под микрофон так стар с 360 то вот у нас отличное решение и самое что приятное он подходит как микрофону с 360 атак стар с более узкой ножкой так и к микрофоном с более широкой ножкой он тоже без каких-либо проблем подходит вот пожалуйста берем и пользуемся поэтому имейте в виду но и если опять же повторюсь у вас минимализма не хватает в кадре если вы топите за минимализм то можете присмотреть где куда я положил вот такого плана пауки зажимные самые дешевые но обратите внимание на диаметр вашего микрофона чтобы он мог туда элементарно втиснуться ну или не можете прикупить сразу несколько штук потому что есть вероятность что когда вы будете разгибать внутреннюю скобу вы его слишком так скажем изломаете теперь поговорим про поп-фильтры я думаю большинство из вас знает зачем эти самые поп-фильтры вам нужны это для того чтобы вы в микрофон не заплевывали взрывные согласные п и б и не было неприятных моментов на записи для этого разумеется если вы работаете с микрофоном в рамках озвучки профессиональной будь то дикторская озвучка рекламная озвучка тем более речитатив или вокал то без поп-фильтра вам никуда в таких форматах как я сейчас записываю можно обойтись без него поскольку я не говорю прямо в микрофон и он защищен от потоков ветра которые я выдаю не своего рта но если вы работаете прямо в микрофон то есть во всех нормальных форматах то без поп-фильтра вам никак со многими микрофонами идут различные поп-фильтры иногда их хватает в основном для речевых форматов но если вы работаете с вокалом с речитативом женским мужским вокалом без разницы то вам понадобится вот такого плана обычный студийный поп-фильтр их опять же на рынке дофига все они работают плюс-минус одинаково даже максимально одинаково я бы сказал но я вот для себя взял инватоновский поп-фильтр и вам его могу смело рекомендовать почему потому что он имеет сразу три сменных поп-фильтра здесь у нас есть металлическая сетка также она вот так вот легко и просто отщелкивается и в комплекте у нас есть поп-фильтр с нейлоновой сеткой самый стандартный самый популярный чаще всего я использую именно его ну и также в комплекте у нас есть поп-фильтр с тонким слоем поролона и этот поп-фильтр самый пожалуй агрессивный я имею ввиду больше всего фильтрует частот тут уже по манере подачи по формату который вы записываете можете выбирать какой поп-фильтр в вашем случае будет лучше но вот что касается озвучки кино озвучки дубляжа и так далее то вот такие поролоновые фильтры они пожалуй лучше всего отрабатывают потому что вы этот голос можете потом под дубляж тот же легко и просто подработать они снимают эффект близости эффект proximity который не к месту бы смотрелся в кадре когда вы занимаетесь озвучкой но если вы видеоблогер если вам в кадре нужна эстетика и вы не хотите перекрывать половину своего лица минимум вот таким здоровым фильтром есть более удобные решения есть вот такой вот маленький нейлоновый поп-фильтр у него диаметр 10 сантиметров его я также довольно долгое время использовал еще до приобретения микрофона octava mk 117 и это очень удобно выглядит довольно эстетично то есть если бы он был сейчас закреплен это выглядело бы примерно вот таким вот образом и позволяло бы мне говорить прямо в микрофон не боясь его задуть но есть опять же один момент у нас на этом поп-фильтре вот такое вот крепление обычная мини струбцина назовем так и прикол в том что не под каждый например понтограф это крепление подойдет под понтограф тот же fifa nbm 63 который беспружинный но более классический он подойдет без проблем на понтограф же юландзи лс-24 или fifa nbm 88 его так просто не закрепить надо будет что-то придумывать что-то колхозить либо закрепить к чему-то другому а не к самому понтографу потому что здесь элементарно ножки толще чем крепление у этого поп-фильтра поэтому имейте этот момент в виду если у вас простой понтограф или если у вас понтограф fifa nbm 63 то без проблем в общем смотрите чтобы у вас у понтографа было место куда вы можете закрепить вот такого держатель либо вам придется что-то выдумывать но есть еще несколько типов поп-фильтров например есть поп-фильтры вот такого плана которые на резиночках одеваются на сам микрофон и они в принципе работают этим по фильтрам тоже я какое-то время пользовался не скажу что мне сильно нравится однако свою функцию он выполняет от взрывных согласных защищает но есть опять же нюанс у большинства таких поп-фильтров идет несколько слоев и здесь в моем случае идет сначала полимерная мелкая сетка потом металлическая сетка как гриль у микрофона и еще небольшой слой тонкого поролона внутри так в чем проблема проблема в том что вот это вот полимерная сетка то есть первый фильтр он посвистывает то есть он настолько плотный что большая часть воздуха вырывающегося из вашего рта от него отражается создавая так скажем свист ну то есть звук ветра и поэтому если вы будете говорить слишком близко к нему и довольно громко и сильно то вы можете это слышать а это опять же ни к чему хорошему не приведет однако если вы работаете на микрофон с микрофоном на расстоянии то этого эффекта нет и он работает нормально вот таким вот образом плюс-минус это будет у вас выглядеть то есть он просто за резинки цепляется к микрофону ну и грубо говоря вот так вот это у нас выглядит но решение все-таки не идеально но есть еще вот такие компактные поп-фильтры и подобный поп-фильтр вы могли видеть не на одном моем ролике я использовал опять же его достаточно долгое время в чем прикол они маленькие удобные компактные очень удобно крепятся именно вот к таким вот маленьким паучкам они прямо на это рассчитаны но опять же модель требует некоторых доработок поскольку здесь у нас сам фильтр представлен из трех слоев это два слоя металлической сетки между которыми тоненький слой поролона и площадь металла то есть поверхности в этих металлических сетках достаточно велик из-за чего опять же вырывающийся воздух из вашего рта может начать отражаться и посвистывать что не хорошо на вот таким вот образом работает поп-фильтр вроде нормальный но если в него говорить интенсивно или очень громко или очень близко то он может немножко посвистывать потому что ну вот я в него дую и то что вы сейчас слышали именно мне аж в лицо обратно отражается ветер который я выдуваю изо рта поэтому я взял вот парочку себе штук если вдруг один сломаю окончательно и основной свой поп-фильтр передел каким образом я собственно разобрал на две части это основное кольцо вытащил оттуда всю начинку так скажем и вставил кольцо можно на 3d принтере распечатать можно из плотной проволочки свернуть что кстати тоже делается буквально на 1 2 и обтянул обычным нейлоном с более большого поп-фильтра старого своего выглядит это настолько же эстетично и прикольно но при этом не свистит когда вы в него дуете и работает так скажем более естественным образом поэтому опять же ничего сложного рекомендую если вам не хочется вообще покупать другой по фильтр ради того чтобы его разобрать на сетку это бред поэтому я не знаю можете использовать нейлон без чулок колготок или еще чего нейлон в принципе одинаковый единственное опять же подумайте немножко наперед к чему вы будете крепить если вы вот такого плана покупаете себе пауки то к ним он крепится идеально он на них и рассчитан но чтобы закрепить его вот на такие пауки здесь уже более тонкая рамка поэтому он ее просто обхватывает и там слишком много места либо вам нужно будет что-то еще туда под запихивать в это крепление либо еще что-нибудь выдумывать опять же ссылки на все эти поп-фильтры и пауки я оставлю в описании этого ролика ну и заканчивать ролик мы будем темой проводов довольно часто под видео я встречал комментарии какой кабель купить здесь на самом деле есть одно основное правило да сразу скажу если речь идет про студийные микрофоны которые подключаются по разъему xlr то качество провода имеет колоссальное значение если у вас провод неправильно спаян или просто очень плохой то у вас и сигнал будет по нему идти соответствующего качества могут быть наводки шумы и все что угодно и здесь поскольку речь идет об аналоговом сигнале от длины провода также зависит количество наводок которые может получить сигнал в процессе так скажем прохождения по этому проводу так вот что касается проводов первое правило берите их под нужный так скажем формат то есть нужной длины не берите с большим запасом в принципе до 4-5 метров вы особо наводок можете не опасаться если у вас там знает трансформаторов не стоит на полу но после 5 метров здесь уже стоит так скажем особое внимание уделять тем тому через что проходит ваш провод что на его пути встречается и какого он качества что касается марки самих проводов здесь опять же очень простое правило берите провода которые делают специализированные бренды которые выпускают аудио оборудование проще всего зайти в магазины мусторг поп-мьюзик и так далее там продаются явно проверенные провода хорошего качества выбираем не с самого дешевого производителя не самый дешевый провод но самый дорогой тоже нет смысла брать вот берем нижнюю серединку так скажем смотрим что за провод и покупаем либо на этих площадках либо ищем точно такой же на любых маркетплейсах на которых вам удобнее как правило они на яндекс маркет и на зоне представлены провода с алиэкспресс я бы не рекомендовал вам покупать в моем случае я вот купил относительно недавно несколько кабелей planet waves отличное качество хорошие кабеля а также если у вас недалеко есть магазин вы можете вообще заказать провод на заказ здесь все без проблем еще раз повторюсь берем провод который делает бренд который выпускает именно акустические провода специализируется на аудио оборудование и лучше чтобы этот бренд был представлен специализированных магазинах типа мусторг поп-мьюзик и так далее ну собственно на этом я думаю мы можем с вами и закругляться обязательно напишите в комментариях было вам полезно или нет и обязательно напишите что еще вы хотели бы узнать из аксессуаров для микрофонов на и не только на самом деле или что еще более ценно что еще вы можете посоветовать и предложить если есть у вас на примете там супер крутые пантограф и так далее обязательно делитесь ими в комментариях я надеюсь этот ролик вам понравился если так ставьте свои лайки обязательно подписывайтесь на канал и прожимайте колокол чтобы не пропускать новые интересные видео ну и также не забывайте про наши соц сети telegram вконтакте дзен все ссылки как всегда в описании ну и напомню что все свои видео я дублирую на нескольких платформах среди которых в к видео дзен также рутюб и даже платформа все ссылки в описании смотрите там где вам удобнее ну а на этом у меня на сегодня все до новых встреч друзья Субтитры сделал DimaTorzok